вот господа вот так мы запаковываем бочки там внучарик сидит где-то сбоку привет вот вот сейчас вот бочку приподнимаем и сейчас посмотрим куда все это пойдет вот так вот мы спускаемся ну и вот находит в наш погребок эти же все опустили осталась последняя бочка вот моя маленькая коллекция ну это все полкиники стоят полкиник спускается там этот димарику на свадьбу его дочери как и обещал ячмень уже стоит восемнадцатого года здесь вот бурбон 19-18-17 и вот она опускается наша бочка вот примерно что хотели сделать там стоит киво для перегона краска для огурцов это бочечка свином это мне в наследство досталось от хозяев все околек ну все вот я вам показал чутарик пока все ну вот я у себя в погребе тот который делал искал то есть сейчас здесь практически выставлены все бочки мои здесь стоит это джиганилс на 190 там будет в углу еще она еще подготавливается бочка французская то есть вот эти две бочки будут моих внучек вот короче вот как хотел то есть в виду это все подписано я просто сейчас радуюсь я вот но скорее всего похвастаться в двух словах ну а сейчас я вот единственное что хотел попросить своих друзей друзей не тех которыми я общаюсь уже больше там трех-четырех лет а именно новых друзей которые там добавили меня в друзья я добавлял друзья то есть ну в двух словах там на выкуренную папирусу у меня к вам просьба большая да то есть я владею какой-то информации то есть но я еду по перегону то есть меня учили я ничего нового сам не придумываю то есть меня учат я это как-то воспроизвожу получается не получается это уже дело времени то есть это все будет потом весь результат стоит вот в этих вот бочках вот в этой бочке сзади ромовая бочка там вина станет здесь сортировки то есть это будет уже результат мы будем смотреть когда-то там с кем-то с друзьями там на форумах там то есть у меня к вам просьба вот именно к новым друзьям скажем так друзья когда просите какую-то информацию то есть ну скажите как вы это делаете как что единственное самый топовый глупый глупый вопрос на который я отвечать буду всегда однозначно скажи рецепт солодовой браги ребята дебильнее вопроса в принципе за последнее время я наверное сейчас уже даже переплюнул сахарную рецепт сахарной то есть однозначный ответ будет это солод дрожжи вода там другого ничего не бывает то есть там нельзя накинуть туда яблок там или что-то там еще перекрестить ее там все рецепт один так что не спрашивайте этот рецепт он не воздражает он просто уже не бывает других рецептов солодовых дистиллятор нельзя там ничего больше другого кинуть все на этом вот мы убили этот вопрос теперь вот непосредственно тем кто задает вопросы то есть то информация которой я владею я поделюсь с радостью то есть я знаю что некоторые люди берут ну скажем так блогеры там показавшие там два-три видео там ну имеют там какие-то там рейтинги там не знаю как все это называется то есть они им задают вопросы и в этот момент то есть запомните во всех видео нет полной информации потому что фильм будет примерно на неделю то есть это будет практически сериал чтобы все понятно досконально никто вам ничего конкретно показывать не будет это слишком много времени но и не вентабельно то есть все остальные вопросы будут где-то в личку там или что-то как-то здесь я вас очень прошу то есть я раньше просил телефон люди скидывали мы общались разговаривали вот из 10 людей которые задают вопросы 88 скидывают свой телефон двое просят они хотят перезвонить то есть они понимают что в принципе это затратно то есть я денег за информацию брать не собираюсь за той которая то есть меня учили мои друзья ну я пока рассматриваю ну все это бесплатно так что здесь единственная к вам просьба когда вы пишете вопрос вы понимаете что я попрошу телефон или дам свой скорее всего в дальнейшем я буду давать свой телефон то есть если вы считаете нужным что вам нужна эта информация ну вы будьте добры вы перезвоните то есть в удобное для нас с вами время то есть вот как показала практика допустим если я перезваниваю то вопросов всегда один и тот же повторяется но ежедневно там еженедельно там можно еще раз я не записал то есть если вы будете звонить со своего телефона мне я так думаю информация будет усваиваться очень быстро ну я так считаю что все равно там какие-то затраты на телефоне ну кто как считает ну и больше всего мне нравится когда люди задают вопрос вопрос примерно там вот вконтакте вот так вот один маленький вопрос и вот расскажи подробно как ты вот вот это все делаешь все 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 я вот вчера написал одному человеку там я скинул свой телефон звони самое что интересное он не перезвонил я так понимаю что всю информацию которую он хотел от меня узнать он ее уже узнал либо он сверяется там с тем что он когда-то услышал там ютубе или что-то как-то я не знаю вот поэтому вот это обращение мы здесь с подробнее моем вот именно к тем новым друзьям те кто добавились кого я добавил это никак не относится к друзьям с кем я общаюсь там естественно то есть мы не созваниваемся разговариваем то есть здесь я без проблем позвоню поэтому вот примерно в двух словах там в трех словах как я все это наговорил да я в шапке тут холодно вот я кстати сюда принес специально посмотреть влажность влажность здесь сейчас составляет 53 процента ой температуру ну здесь порядка 12 12 и 14 градусов ну по поводу выдержек вот вот этих температур раз уж я здесь раз уж я тут еще умный там со всеми вот этими с термометрами со всякими там по влажности и по всему у меня нет ответа на этот вопрос почему именно вот в таких температурах мне удобно выдерживать бочки вот здесь чтобы они уже дома не стояли ну и как показала практика я доставал уже спирты вот с этих бочек ну вот я имею ввиду выдержанных в погребах через год через полтора достаточно хорошие спирты здесь ну скажем так вот я так полагаю что это помещение для более длительной выдержки то есть вот не месяц не два не три то есть я этим уже не занимаюсь и скорее всего этим и не занимался так чтобы выдержать по три месяца в бочке потом на весь интернет кричать бля на питок супер бля там вот все там виски вообще рядом не стоит отстой там друзья у меня пробовали мое вот это выплюнули бред собачий я уже это говорил то есть в принципе не льстите себе вот ни хрена вы ничего не сделаете за три месяца в бочке вот ну не льстите себе поэтому да это может быть хороший будет дистиллят но никакого отношения я это буду повторять неоднократно даже вот здесь вот выдержки там какие-то вот здесь ну не особо большие я окажу сейчас вот вот этой бочкой здесь три спирта заложено девятнадцать восемнадцать и семнадцатый год это был бы он я вот его отсортировал вот здесь вот он наверху стоит то есть он в этой в этих же температурах будет стоять на отдыхе здесь порядка сорока градусов то есть что это будет я может быть в этом погребке когда-нибудь там сделаю бокальчик посмотрим ну скорее всего какие-то видео будут здесь сниматься потому что само помещение мне нравится здесь вот как-то вот в двух словах когда заходишь я мусульманин но я был в храмах там в церквях то есть по музеям где-то вот я был в том году там в винных погребах вот здесь какое-то такое могущество что-то такое вот именно какая-то стабильность я не знаю как это назвать но ты чувствуешь себя что ну какой-то след после тебя каждый из нас хочет оставить какой-то след там в жизни там кто какой кто населит потом хрен обойдешь и там лет сто будет вонять то есть об этом будут вспоминать вот кто-то вот я хочу вот что-то вот оставить вот именно вот в этой бочке это вот для внучки там ну что-то останется после меня все равно потому что это все не выпьется это все просто делается делается там на души мне нравится вот то что чем я занимаюсь кто-то когда-нибудь это оценит или не оценит посмеется как какого хрена ты тратил столько денег не знаю ну вот я чувствую себя вот достаточно ну вот в этом отношении богатым человек это правда нравится вот плакать не буду так что я хочу чтобы здесь вот стояла и не буду говорить цифру ну чтобы там не дай бог тут все-таки органы у нас это самое внутренние не наши а вообще просто внутренние органы может когда-нибудь заинтересуются этим поэтому но пока у меня есть силы я буду это делать не буду это делать я буду закладывать это в бочке и я единственное чем я горжусь я переступил годовой порог годовой порог выдержки то есть это вот хотя бы это минимальный если взять там по степени вот там углу бочечка стоит да с яблоком я не буду называть это кроводосом то есть это яблоко я делал сортировочку вот по таблице выдержки это уже четырехлетний клеводос по таблице выдержки это 15 литровая бочка вот уже порядка двух лет она стоит я делал сортировку интересно интересно спиртом никакой там бочки не вылазит уже во первых это была грушевая бочка изначально год не груша стояла теперь два года стоит яблоко то есть вот в этих вот бочках это все уже вторичные третичные бочки то есть здесь уже будет просто выдержка это маленькие бочки они стояли дома я сюда вынес спирты сейчас есть так вот на память вот здесь вот заложена рож уже аламбиковая то есть здесь уже стоят ну вот есть спирты еще от именно те которые годовал и это еще сделаны ну вот на флейта и вот сейчас сюда уже закладываются именно аламбиковые спирты то есть они довольно таки грязные то есть я их смотрел смотрел вот эту бочку венгерскую которую я пускал до хороший спирт но пока вот он такое чувство что здесь три вида стандарт 5 солодов там три из них ячменные здесь ржаной солод здесь пшеничный солод но вот когда я недавно делал сортировку то есть так попробовал чуть-чуть такое чувство что ты вот ну вот разложил в пять тарелок разной спирты вот хлебаешь по каждой настолько все это разрозненно здесь на настолько интересно то есть могут я хочу дождаться хотя бы вот именно где-то в декабре 21 декабря 19 год я вот хочу где-то под новый год сделать сортировку там ну буквально может там с пол литра посмотрим что будет через год с этой бочкой мне очень большие планы сама по себе бочка интересная она портрейном выдерживать что вот примерно в двух словах что хотел я вот рассказать ну и скорее всего похвастаться ну и за самого себя то есть какое-то удовлетворение я получил от того что такой погреб неплохой вот ребят что хотел сказать но пока вот так насколько это будет интересно или нет но вам судить но еще раз обращение к моим новым друзьям ребята давайте уважать друг друга если вам нужна какая-то информация я вам ее дам я помогу я помогу фами сформировать аппарат если это кому-то надо там как вот то есть но как я это вижу не то что как там вопрос всегда стоит тоже чем занимаюсь я я могу дать информацию как я это делаю то есть ну уж давайте друг друга уважать если вам нужна какая-то информация без проблем ребят но и это не будет писанина я не люблю писать я всем пишу что но вот где-то там в каких-то постах я не люблю писать слишком долго потому что на один вопрос есть еще 15 вопросов дешевле поговорить полчаса по телефону и у там что-то утрясти остальные уже будут нюансы там можно будет уже дописывать там на однозначный ответ да нет там вот температуры какие-то корректировки все все остальное но будьте добры давайте друг другу помогать если вы просите какую-то информацию то будьте добры перезванивайте сами то есть я в информации на моем листе то есть у меня есть там мой телефон чтобы я постоянно его не писал вот в информации на аватарке там есть телефон я его никуда не прячу поэтому где-то каждому писать там я напишу если уж это надо так что вот ребят офе заканчивается она уже остыла здесь прохладно ну здесь хорошо все пока ребята пока